Добрый день! Вы смотрите Финтаймс и Карбарен 21 в студии Фарида Ашралова и мы будем говорить о самых актуальных новостях мира финансов и энергетики. Продолжаются работы по учреждению Тюркского инвестиционного фонда Генсек Тюркского совета. С 14 февраля Китай вдвое снизит пошлины на импортируемые американские товары. Сварена первая партия труб по проекту Интерконнектор Греция-Болгария. На основании результата в оценке рисков разработан и утвержден план работы по усилению контроля над использованием средств госбюджета на 2020 год. По словам министра финансов Самира Шерифова, на заседании коллеги было отмечено, что Азербайджан продолжает исполнение стратегии среднего и долгосрочного управления госдолгом. Напомним, что внешний долг страны по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП. В этом году он может быть снижен на 1% пункт. На обслуживание государственного долга в текущем году будет направлено 1,7 млрд монатов. По результате проведенных мероприятий государственный долг, выраженный в иностранной валюте, поэтапно сокращается. Наряду с этим для развития внутреннего рынка ценных бумаг постепенно увеличивается объем государственных ценных бумаг. Министры иностранных дел стран-членов Тюркского совета на внеочередном заседании обсудили ряд вопросов, касающихся отношений со странами и международными организациями, не являющимися членами совета. В ходе заседания обсуждались экономические вопросы, в частности создание Тюркского инвестиционного фонда. По словам генерального секретаря организации Багдада Амреева, необходимо определить размер взносов и будущий фонд. И в будущий фонд, да и проработать направление и формат работы с бизнес-структурами. Предполагается, что фонд не должен управляться правительственными структурами. Основываясь на предложении, сделанном президентом Ильхамом Алиевым в 2014 году, мы работаем над созданием Тюркского инвестиционного фонда. Я уже провел брифинг с министрами по созданию и формированию структуры фонда. Мы провели международные исследования и надеемся, что в этом году сможем завершить процедуры. И впоследствии главы государств смогут принять окончательное решение на следующем саммите. Американские фондовые индексы перешли к росту на фоне позитивной статистики Соединенных Штатов. По данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в январе составил 291 тысяча, что является рекордом за последние 4,5 года. Рынок ждет официальных данных по рынку труда за прошлый месяц. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тысяч, а безработица осталась на уровне 3,5%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют рост. Акции компании Toyota подорожали на 2,6% на фоне корпоративной отчетности компании. Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла в 4 раза до более 738 миллиардов йен. Это примерно 6,7 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. Коронавирус из китайского города Ухань в течение одного месяца обрушил мировые фондовые рынки, стал причиной падения цен на нефть, разрушил традиционные цепочки поставок. По мнению экспертов, негативный эффект на мировую экономику будет сохраняться даже после того, как над вирусом одержат победу. Экономисты пытаются спрогнозировать последствия. Китай под карантином. Биотехнологические компании в разработках вакцины. Фондовые и сырьевые рынки под давлением. Несмотря на то, что по итогам 2019 года Китай сумел сохранить за собою статус второй по размеру экономики мира, ВВП страны за прошлый год вырос лишь на 6,1%, чего не случалось много лет. Эксперты утверждают, что любые негативные явления в китайской экономике сегодня имеют гораздо более весомое значение для мировой экономики. К этому времени туристические, авиационные и производственные компании по всему миру терпят ущерб. Напряженность между Китаем и США, уход Британии из ЕС, распространение эпидемии в Китае – всё это неожиданные моменты в мировой экономике. Происходящие последние события негативно отражаются на мировой экономике. Считается, что по негативным показателям эпидемия может побить рекорд финансового кризиса периода 2008-2009 годов. На фоне вспышки коронавируса компания Starbucks объявила о закрытии более половины своих кофеен в Китае. Среди компаний, которые закрывают свои пункты продаж – H&M, IKEA, Samsung, Coca-Cola и даже Disneyland. Накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщил о том, что коронавирус несёт риски для бизнеса на территории ЕС. В Китае на сегодняшний день является потребителем примерно половины всех металлов. И на Китай приходится примерно 13% мирового спроса нефти. И, естественно, удар по товарным группам был достаточно серьёзный. Нефть Брэнд упала больше, чем на 12%. В металлах, естественно, были разные влияния. В основном пострадали недрагоценные металлы. Золото, как защитный инструмент, наоборот, слегка даже дорожает. Это, естественно, это нормально. По оценкам Китая по первому кварталу может замедлиться до 5% роста против прогнозируемых ранее 6%. Очевидно, что китайский рынок пострадал больше остальных. Однако ущерб нанесён и другим странам. Коронавирус зафиксирован в конце декаприя прошлого года. По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения число жертв превысило 500 человек. Случаи заражения постоянно растут. Гюльнас Гасымова, CBC. По данным СМИ, Китай отменит пошлины на товары из Соединённых Штатов, которые будут использоваться для борьбы со вспышкой коронавируса. Но это ещё не всё. Правительство Китая с 14 февраля снижает пошлины по ряду импортируемых американских товаров в два раза на сумму 75 миллиардов долларов. По сообщению пресс-службы Министерства финансов Китая, товары, облагаемые ранее по ставке 10,5%, теперь будут по ставкам 5,2,5%. Снижение пошлин призвано способствовать здоровому и стабильному развитию торговых отношений между Соединёнными Штатами и Китаем. Это хорошая новость. Я думаю, что китайские власти, безусловно, хотят избежать лишних затрат, которые могут ограничить восстановление после коронавируса. Мы просто будем ждать и наблюдать. Но, безусловно, я думаю, это позитивная мера. У нас есть риск в отношении поставок в Китай, так как в связи с необходимыми мерами по борьбе с инфекцией заблокирован город Ухань, ограниченный ряд международных рейсов. Это приведёт к нехватке некоторых видов товаров, которые ограничат производство, например, автомобилей. Накануне в Мадриде сотни фермеров и владельцев ранчо собрались перед Министерством сельского хозяйства. Работники сельского хозяйства недовольны существующими ценами на агропромышленную продукцию. Основное недовольство направлено на шесть существующих продуктовых сетей в стране, закупающих продукцию. По мнению фермеров, они несправедливо контролируют рынок и понижают цены на сельхозпродукцию. Фермеры утверждают, что получают только минимальную долю от того, что потребители платят за продукт. Многие фермеры не могут не только заработать, но и покрыть свои расходы. Ранее фермеры проводили акции протестов в других испанских городах. Демонстранты предупреждают о всеобщей забастовке, если решения не будут найдены в ближайшее время. Мы собрались здесь, со всей страны. Мы за справедливые цены. Они платят нам меньше, чем стоимость продукции. С 1 февраля Азербайджан поставляет в Грузию более 7 миллионов киловатт-часов электроэнергии в день. Тем самым, по данным коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии, Азербайджан в настоящее время является главным поставщиком электроэнергии в эту страну. Ранее Грузия покрывала свои потребности в электроэнергии из Азербайджана и России. Однако в последние дни из-за снижения уровня воды на ингурийской ГЭСа спрос на электростанцию погашается за счет Азербайджана. Коринспайкверкс продолжает производство труб для проекта интерконнектора Греция Болгария по графику. По этому трубопроводу азербайджанский газ пойдет в Болгарию путем подключения интерконнектора к трансадриатическому газопроводу. К этому времени сварены трубы для 47-километрового участка Греция Болгария. Отмечается, что греческая компания Коринспайкверкс произведет трубы пяти партиями диаметром 32 дюйма длиной 12 или 18 метров. Вся длина интерконнектора 182 километра, из них 150 километров пролегает по территории Болгарии. Напомим, что у компании «Булгаргаз» контракт с консорциумом «Шах-Денис» на покупку 1 миллиарда кубометров газа в рамках второй стадии эксплуатации Каспийского месторождения «Шах-Денис». Как ожидается, азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии. В течение последних нескольких дней стоимость нефти выросла на 3%. В настоящее время цены продолжают рост на ожиданиях действий ОПЕК+. Технический комитет организации не сумел определиться с действиями в течение двух дней. Встреча продолжается. Напомним, что на фоне вспышки коронавируса цены на нефть перешли к снижению из-за падения спроса на сырье в Китае. Ввиду этого техкомитет ОПЕК+, собрался на внеплановое заседание в Вене. Участникам предстоит решить, стоит ли собирать внеочередную встречу министров всех стран участниц соглашения ОПЕК+, либо только министров мониторингового комитета. Отметим, что накануне Министерство энергетики опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 миллиона баррелей. В то время как запасы бензина сократились на 91 тысячу баррелей, дистиллятов на полтора миллиона баррелей. «Плохо в этой ситуации то, что нет альтернативного источника для роста спроса на сырье, когда тот сокращается в Китае. Таким образом, хоть цены на нефть выросли на пару процентов, то с начала года они снизились более чем на 10 долларов за баррель. Рынок нефти признает поражение коронавирусом, который все ухудшается». Это были главные новости мира финансов и энергетики к этому часу. Оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова